всем привет спасибо сразу говорю всем тем кто пишет комментарии под моими роликами всем тем кто поддерживает канал материально это очень приятно комментарии пишите это безумно интересно для меня я с удовольствием читаю о том какой отвратительной гитарист ричи blackmore как джимми пейдж не умеет играть на гитаре как фрэнк заппа вообще никто и звать никак это вот просто для меня это чтение очень хорошее я при этом провожу время когда знакомлюсь разными мнениями и самое большое спасибо в этом ролике я хочу сказать моему другу коллеги и по музыке и по кинематографу и по жизни человеку про которого связи со мной сказали однажды же эти ребята больше чем братья это одно целое но еще бы ведь мы знакомы больше 40 лет и в общем то практически не расставались все эти 40 лет так или так или иначе когда-то меньше общались когда-то больше последние годы вообще все время потому что мы вместе снимаем кино сняли уже два фильма вместе я уже не говорю о ряде других работ кинематографических это игорь панкер гудков который выпустил только что вот этот чудесный альбом это такой для меня был подарок я вчера получил от него эту пластинку послушивая два раза уже на меня нахлынули воспоминания и мне было одновременно и радостно и приятно и больно и все сразу вместе так это здорово это самый первый альбом группы секрет который не выходил на мелодии который выходил только в виде магнита альбома под названием ты и я некоторые песни были потом переписаны уже в другой студии и вышли на мелодии вот какое яблочко сделано так красивое что-то напоминает до шрифт что-то напоминает но и и этот шрифт тоже что-то напоминает правда так вот эта первая запись группа секрет которая сделана игорем панкером гудковым же молодым еще совсем студии театрального института нашего лгитмика что находится до сих пор под другим названием на улице маховая в санкт-петербурге в этом институте учились музыканты группы секрет да все это знают максим леонидов и коля фоненко сразу у разных мастеров правда но тем не менее дима рубин там учился первый бас-гитарист секрета если кто не знает да сначала ведь группа секрет сыграла в составе дима рубин максим леонидов коля фоменко на гитаре дима играл на бас-гитаре и мурашов на ударных замечательно играл на ударных играет до сих пор на выпускает сольные альбомы у него их штук пять уже наверно вышло сольных альбомов мурашова очень интересно очень хорошие всем советую а игорь панкер гудков работал в студии звукозаписи на последнем этаже театрального института там стелем два магнитофона стм или три магнитофона стм я уже не помню даже разные надо уточнить у игоря по-моему 3 все таки там было магнитофона хороший пульт и игорь записывал фонограммы для занятий студентов театрального института в разные шумы разные там песни разные 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 звуки и проще и проще и проще и проще но поскольку группа секрет уже сформировалась на базе театрального института пришло время эти песни которые играла группа секрет а да еще до 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 этой записи ведь были концерты были концерты с подробным рассказом игоря панкера о том что как и что все происходило в те годы вот это первый концерт секрета в москве где они разогревали выступление майка заявлена была группа зоопарк на майк приехал один секрет отделение вел секрет а второе деление майк вот так выглядел максим леонидов в начале карьеры до группы секрет начали пути то есть самая акустическая гитара вот эти луначарского двенадцати струнные а вот это я так понимаю прослушивание в рок-клубе видимо судя по всему когда группа вступала в рок-клуб альбом ты и я игорь записал в этой студии на последнем тоже театрального института записи происходили начиная с 7 утра до 9 утра или 6 утра до 9 утра то есть когда в институте еще никого не было чтобы не заругали преподавателей не выгнали игоря панкера с работы не уволили его предыдущего звуку режиссера уволили из этой самой студии за то что он записал альбом курёхина который вышел на западе каким-то образом все человек был уволен на его место занял уже игорь и вот в таких подпольных условиях группа записала первый альбом обложку я обложку показывал уже давно неважно неважно обложка выглядела не так конечно она вот магнита альбом в таком виде расходился по оленьграду и по москве и только сейчас он вышел на виниле благодаря игорю панкеру губкову который приложил к изданию все свои силы и жене гопееву который отреставрировал эти древние записи альбом двойной первая пластинка это ты и я 1983 год и вторая пластинка это второй фестиваль ленинградского рок-клуба лауреатский концерт в дк крупской 11 июня 84 года если хотите погрузиться в атмосферу рок-клуба ленинградского ищите этот альбом это полноценный сет большой группы секрет на фестивале рок-клуба это очень круто это та самая аппаратура тот самый звук на непонятно каких гитарах на непонятно каких барабанах и это так здорово это так живо так классно у меня просто слезы наворачивались когда это слышал прямо вот ищите и обрящите и здесь две песни секрет играет майка мажорный рок-н-ролл и лето майк не вошел в число лауреатов этого фестиваля 2 фестиваль хотя выступление зоопарка было одним из лучших но почему-то жюри его не выбрала майк очень расстроился сказал что не пойдет даже на этот концерт лауреатский не будет никого слушать а группа секрет сказала а ты приходи и споем вместе с тобой лето ты выйдешь на сцену мы будем играть и ты споешь и в последней песне вот здесь майк выходит и поет лето в сопровождении группы секрет зал взорвался только когда майк вышел на сцену там слышно просто взрыв овации даже свет зажегся вокруг меня это было это было настоящий это был настоящий рок-н-ролл конечно это очень хорошая пластинка и она она обо всем и секрет здесь он прекрасен вот это первая первая запись она не понимает что этим убивает меня ты я кеды именин именинного кристины скоро навсегда алиса тысяча пластинок уэстуи сара барабу мажорная рок-н-ролл белая птица рита последний трамвай последний трамвай это одна из моих любимых песен я в каждом ролике буду говорить о своей любимой песне да вот эта песня последний трамвай она в сотню любимых моих песен входит безусловно она так хороша она так не хочется говорить слово профессионально она так музыкально она так по-настоящему написано по-настоящему с точки зрения музыки с точки зрения текста вообще очень плохо разделять текст и музыку что группа секрет не поет о чем-то она играет о чем-то вот в этом разница между секретом и многими 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 другими группами русскими группа секрет играет о чем-то и последний трамвай это конечно это шедевр в русскоязычной музыке русскоязычного рока безусловной но и все здесь слушать очень приятно белая птица тоже баллада баллада какая баллада просто медленная красивая лирическая песня минорная уэстуи песня героиня который умирает чего многие не понимают почему до сих пор но спета не без траура совсем спета по настоящему сделано очень тонко очень светло и и очень хорошо просто и очень хорошо ну и надо сказать что секрет конечно и на тот момент времени и потом отличаются от любой другой группы нашей страны потому что четыре музыканта все поющие все все четверо поющие это настоящая группа мирового уровня когда четыре человека на сцене они все поют не на только с песнями сравнивать это другая история совсем это достаточно совсем друг друг другая область искусства четверо поющих артистов которые очень хорошо все играют здесь на этой записи где-то разнобои где-то не вместе где-то чуть-чуть как-то все как-то вот так но в целом хорошо в целом все здорово все все круто и аранжировано с большим знанием дела я бы сказал а эти мелкие погрешности они ну они неизбежны в силу условий в которых происходило эта запись когда всем утра приходишь и начинаешь петь это я вам скажу не очень-то но тем не менее и двухголосия и трехголосия и артистизм и чуть-чуть театральщины неизбежно потому что это профессиональные уже почти профессиональные актеры а выросли в мощнейших актеров и фоменко и леонидов это актеры первые эшелоны безо всяких дураков это очень серьезно все чисто чисто спета аранжировано вокальные гармонии бэк-вокалы все это смикшировано все это настолько правильно настолько настолько туда никаких никаких не сучка не задоринки что называется и удивительно еще то и приятно что эта группа не поет о плохом не играет о плохом не играет о дурацких невыносимых совершенно проблемах которые нас окружали и тогда и потом и теперь и будут окружать и все вот эти вся вот эта бытовуха все все это все плохое что есть в нашей жизни группа секрет про это не играет она играет про самое главное тема музыки я буду говорить тема музыки не темы песен потому что сразу начнутся с гора про что эта песня эта песня про а эта песня про что а эти слова про что слова а это а это вот здесь он поет про кеды а здесь тот-про риту а здесь он поет про алису dota здесь про тысячу пластинок нет нет секрет не поет про 1000 пластинок секрет играет про секрет играет и словами и музыкой вместе про самое главное что есть в нашей жизни про любовь про человеческие отношения про проблемы которые возникают в связи с этими отношениями про встречи про расставания про радость про солнечный свет про прекрасную погоду про белые ночи про новый год про красоту этого мира играет группа секрет и в этом ее кайф потому что когда группа начать выдумывать какую-то песню а потом давайте споем про про любовь это это получается искусственно все а здесь никакой искусственности нет здесь льется как из рога изобилия хотя конечно создание песни это процесс иногда очень легкий быстро мгновенный а иногда нет иногда общем пишется пишется переписывается но результат как у пушкина кстати говоря посмотрите черновики пушкина если интересно там вот эта вся легкость вот этот взрыв она она вся вот так вот ведь 28 раз перечеркнуто переписанные переделаны но результат таков что группа секрет поет про счастье про счастье жизни про радость жизни и это работает лучше любого рифинга и овердрайва фуза и квака это чистая музыка чистое искусство не про деньги не про боль не про что-то еще такое не про обман не про проблемы а про радость этой жизни это было в 1983 году это была молодость радость надежды которые оправдались или нет неизвестно потому что мы не знаем что будет через минуту через час через день через неделю в независимо от того что происходит в мире а мы не знаем как повернется как карта ляжет в нашей жизни каждый я не я опять-таки я подчеркиваю что я не говорю о том что там где-то что-то происходит да а так всегда бывает надеешься на одно получается другое потом оказывается что получилось именно то на что ты надеялся просто неправильно сформулировать группа секрет прекрасная запись прекрасная пластинка прекрасная музыка пошел пить пока